Прически на короткие и тонкие волосы это не только пара хвостиков. Простые косички можно преобразить в необычную прическу. Сейчас мы покажем, как заплести косу на косе малышки, сделать ее крепкой, объемной и необычной. Всем привет! Вы на канале 3L's Hair. Присоединяйтесь, нажимая на колокольчик, если вы с нами впервые. Влажные и хорошо расчесанные волосы разделить по центру. Для маленьких важно отделить от макушки до ушка волосы хвостик, чтобы прическа была крепкой. Обратите внимание, что фиксация хвостика находится максимально близко к проборной линии. Еще раз увлажнить волосы водой. Они станут послушными. Плетение начинаем из хвостика. Делим его на три равные части и плетем под низ датскую косу. Сначала слева, потом справа. Но перед каждым переплетением, кроме первого, мы будем отделять небольшую прядь волос из крайней пряди. Выделили прядь, делаем подхват. С левой стороны волосы подхватываем от пробора, маленький прямоугольник. Меняем руку. Отделяем тонкую прядь справа. Будет удобно, если закрепить зажим, чтобы цеплять тонкие пряди. А теперь добавляем подхват. Маленький треугольник от ушка. Расправляем волосы и добавляем в крайнюю прядь. Обратите внимание на положение пальцев. Коса из одной руки переходит в другую. Указательный палец под косой вместе со средним держит прядь, в которую добавляем волосы. Большой палец фиксирует, зажимает то, что только что заплели. Подхваты от центрального пробора большего размера. Там всегда больше волос и они длинные. Хорошо приглаживаем, натягиваем волосы и добавляем к пряди. Пришла пора придать косе объем. Это нужно делать в процессе плетения. Только запомните, что вытягивать нужно строго край звена. Середину не трогаем, чтобы коса осталась крепкой. Прошу обратить внимание, что отделяемые пряди с каждым разом тоньше. Мы делаем так, чтобы коса на косе не набирала объем. Если пряди будут слишком большие, коса сверху будет очень толстой. Итак, запоминаем последовательность действий. Отделяем тоненькую прядочку из крайней пряди косы. Добавляем подхват со стороны центрального пробора. Это небольшой прямоугольник, шириной примерно в сантиметр. Проплетаем крайнюю прядь под низ. Передаем косу в правую руку. Делаем такие же действия, только подхват от ушка более маленький и больше похож на треугольник. Не забываем вытягивать звенья косы в процессе плетения. Вытягиваем только край. Каркас косы должен остаться крепким. Важный момент. Подхват при любой технике плетения кос должен добавляться в прядь под прямым углом. Это обеспечит прочность косы. При вытягивании звена волосы тянем снизу, чтобы не искажать верхние звенья. После вытягивания звена в пряди волосы часто приподнимаются. Их нужно выровнять перед плетением. Присоединяйтесь к нам в инстаграм или фейсбук, где можно видеть наши ежедневные прически в сторис и публикациях. Именно вы можете определить, какое следующее видео мы будем снимать для ютуб. При плетении коса должна устремляться вниз, а не быть натянута в вашу сторону. Держите руки как можно ближе к голове. Не допускайте смешивания волос из разных прядей. Скоро подхваты закончатся, а значит раскроем еще один секрет. Чтоб коса не провисала, подхваты не должны опережать или задерживаться. Для этого наклоните голову вниз и подхватывая волосы, не подтягивайте их вверх. Не ослабляйте к низу, а ровно с наименьшим расстоянием при натяжении добавляйте в косу. Именно в таком случае подхваты закончатся в нужном месте и косичка будет плотно прилегать к голове, а не растрепываться и болтаться. Это самая распространенная ошибка. Не допускайте ее, совершенствуйтесь с каждым плетением. Проплетаем еще раз без подхватов и можно плести косичку дальше, если волосы гуще, а можно завершить плетение. Фиксируем косичку силиконовой резиночкой под цвет волос, самого маленького диаметра. В нашем случае я использую прозрачные резиночки. Мелкие неровности при плетении косички легко исправить расческой. Это позволяет скрыть просветы между подхватами. Оставленные пряди увлажняем водичкой, чтобы случайно не потерять волосинки. Первую прядь делим пополам и подхватываем еще одну прядь над косой. Плетем такую же датскую косу из трех прядей, только без вытягивания звеньев. Наоборот, плотную и крепкую. По ходу плетения подхватываем пряди, что мы оставляли. У меня получается одно переплетение без подхватов, одно с подхватом, который я все время делаю с удобной мне стороны. Косичку плетем над косой, устремляя ее вниз. Не тяните на себя, чтобы косы были плотно прижаты, иначе верхняя коса будет болтаться или выгибаться в разные стороны. Косичка плетется очень быстро и увлекательно. Результат вас скоро порадует. Если вам было все понятно и прическа удалась, поддержите нас пальчиком вверх. А еще лучше напишите о своих косичках, все ли удалось, что было самым трудоемким. Аккуратно пройдитесь по звеньям косички. Мы украсили косу разъемными бусинками. Подписывайтесь на наш канал. Впереди много нового и интересного. Мы стараемся все показать и понятно рассказать. Спасибо всем, кто уже с нами. И огромное спасибо всем, кто слышит эти слова. Субтитры создавал DimaTorzok